25 марта профессиональный праздник у людей, которые свою жизнь посвятили культуре и искусству, нашли себя в творческих профессиях. В Барнауле много тех, кто считает себя работником культуры, но всегда ли это звучит гордо? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях Вадим Климов, арт-критик, человек, который с культурой, можно сказать, на «ты». Спасибо большое, но с культурой надо быть всегда на «вы», потому что это культурно. Да, конечно, хочется сказать, что большое количество работников культуры, потому что сфера эта очень большая. Мы привыкли на поверхности, говоря о работниках культуры, говорить о библиотекарях, о театрах. А это еще большой очень пласт сотрудников разных других учреждений. И если я правильно порядок цифр помню, то в Крае это, наверное, около 8 тысяч работников культуры. Я, конечно, сердечно всех поздравляю, потому что вот это такой общий праздник. Да, есть еще у них по сферам деятельности праздники. Вот 27-го будет День театра, в мае будет День музеев, когда у нас проходит музейная ночь. Очень сложное событие для сотрудников музея. Они с гордостью это делают и стараются, и у них, в принципе, получается. Я, конечно, чаще критически отношусь к музейной ночи, но если уж так объективно, они делают большую серьезную работу. Есть другие работники культуры. У нас же есть дома культуры, дворцы культуры, дворец культуры города Барнаула, который, мне кажется, за последние годы прям серьезно изменился и стал таким достойным. Так что много работников культуры. Всех я поздравляю и желаю им увеличения заработной платы. Вот я как раз в подводке сказала, всегда ли работник культуры, это звучит гордо. Много ли людей стремятся вот в эту сферу, и если нет, то наверняка невысокая заработная плата тому виной? Ну, есть, конечно, проблемы. Вот недавно вышла одна моя заметка о музыке. У меня выходит серия статей, которую я называю культурное ускорение, такое доктрина для Барнаула. Выходит на сайте культ Барнаул. Так вот, и мы говорили о музыке, о том ее состоянии, в котором она сейчас находится. И вот как раз у оркестрантов хороших, образованных, тех, кто имеет высшее образование, у них не очень большие заработные платы, они вынуждены работать в трех-четырех оркестрах. Есть проблема, конечно, с заработными платами. Но вот на днях состоится коллегия краевая, где министр культуры Елена Евгеньевна Безрукова выступит, прочитает отчет, и мы наверняка узнаем о какой-нибудь очередной дорожной карте повышения заработной платы работников культуры, насколько повысилась она за последний год. Но тут у нас был ковидный год, понятно, что сократились доходы сферы культуры, так что все сложно. Но заработные платы, конечно, объективно самые низкие, наверное, в регионе. А так как в Алтайском крае, простите уж, они еще и ниже, чем во всем сибирском регионе у всех, так что, я думаю, на этом фоне, конечно, плачевно. Ну, наверное, поэтому, если мы, предположим, посмотрим на состав духового оркестра, ну, как пример, да, там в основном люди такие уже с опытом, взрослые, молодежи как таковой нет. То есть, получается, после музыкального училища... Ну, тут еще одна проблема. У нас нет следующей ступени. У нас есть Институт культуры и АГУ, где есть специальности музыкальные. Но, скажем так, человек, желающий получить высокое профессиональное музыкальное образование, должен ехать в консерваторию. В Барнауле нет консерватории. И человек, уезжая на пять лет учиться в консерваторию, знакомится там с большой, скажем так, аудиторией. У него появляются связи, знакомства. И, конечно же, если есть возможность, он постарается не вернуться. Но это тенденция ведь не только в культуре. Это в любой сфере, мне кажется. Ну, это одна из сложнейших проблем, конечно, в Барнауле, потому что нет востребованности, нет заработной платы. Вот тут мы как-то затеяли спор с одним из крупных руководителей. Это же не спор, а просто разговор. Обсуждали как раз состояние музыкальной нашей сферы. Ну, сложно. Я сказал, что вот, допустим, мой любимый оркестр музыкального театра, который всегда сидит в яме, а это почти симфонический оркестр, ну, может, не в полном составе, но серьезный оркестр, ему бы давно пора выйти на сцену и показать себя. Он может работать лицом, у него могут быть собственные программы. Ну, вот он там сидит. И мне как бы объяснили, понимаешь, в чем дело. Они в трех оркестрах работают. Вот. Поэтому сложность, конечно. Ну, тем не менее, несмотря на все сложности, у нас премьеры происходят, у нас концерты дают, у нас конкурсы творческие для ребятишек тоже проводятся, да? Значит, кто-то это все создает, значит, есть энтузиасты, значит, все же не все так плохо. Да, конечно, энтузиасты есть. Дело в том, что в культуру и в искусство всегда идет большой набор. Дело в том, что вот после студенчества он достаточно серьезно редеет, а набор в него большой. Наши институты, наши училища, художественный институт культуры. Сегодня я видел информацию о том, что колледж культуры, у него будет день открытых дверей, пожалуйста, можно сходить и познакомиться. Очень хороший колледж, с богатой историей, с замечательными педагогами. Вот он работает, делает свою работу, выпускает людей в сферу культуры. И они, в принципе, находят работу, но только, конечно, она, как мы только что сказали, не очень высокооплачиваемая. И дальше человек вынужден уже решать. И вот тут вот многие вынуждены уйти из сферы культуры, потому что надо зарабатывать, надо кормить семью, и вот этот вот обыкновенный бытовизм. Как-то у нас уже шесть минут интервью, и все про вот... Ну, про деньги, конечно. Потому что, ну, это же день работника культуры, и так как я начал с поздравления и пожелания заработной платы, в принципе, вот вы сказали о том, что у нас выходят премьеры и все остальное. Знаете, это такой хороший стандарт, да, у нас все это есть. Вот у нас, слава богу, скоро откроется театр. Но когда мы говорим о том, что откроется театр кукол, который, слава богу, построили, и вроде как, недавно я видел презентацию его, и там все хорошо. Но если мы серьезно возьмемся, у нас ни одного крупного нового объекта не появилось. То есть на месте театра кукол был театр кукол. Мы не поставили еще один театр. То есть ты считаешь, что потребность есть в тех же театрах? Конечно. Дело в том, что мы живем в стандарте 75-76 года, когда в городе было там 400 тысяч жителей, у нас было 4 театра и тому подобное. У нас сейчас в два раза больше жителей в городе, а объем культурных институций остался тот же, понимаете? То есть, в принципе, для такого города, как я часто говорю, уже надо иметь собственный городской театр. Ну, как есть в других городах, областных центрах обязательно есть свой городской театр. То есть у нас драмтеатр краевой, государственный, а есть должен быть городской театр. Куда разместить, как и тому подобное, знаете, отмазки всегда найдутся. Типа денег на дороге не хватает. Ну, знаете, тут я не хочу в эти дебри лезть, потому что я могу и про цены на асфальт вам рассказать. Вот, для сравнения. Если в целом говорить о барнаульской культуре, вот у нее сформировано ли какое-то лицо? Как бы вы могли описать? Ой, это сложно. Нет, наверное. Какого-то ярко выразительного лица нет. У нас одно время очень серьезно выстрелили театры, а потом произошло такое небольшое затухание, выравнивание на большой высоте. И, в принципе, наша театральная деятельность, она достаточно серьезная, высокая. И вот наши театры, четыре работающих куклы Тюз, извините, молодежный театр, музыкальный театр и драмтеатр, они достаточно серьезного, приличного уровня. Приезжают известные критики и хорошо их оценивают. У нас есть проблемы с выставочной деятельностью. У нас здесь произошел провал, несмотря на то, что у нас есть выставка Азарт, но общий провал есть, к сожалению. С музыкой немножко сложнее. Филармония бьется из последних сил, делает прекрасные концерты, привозит замечательных артистов. Но есть сложности объективные, и они с ними, я надеюсь, справятся. Другие оркестры работают, как всегда работали, на каком-то своем уровне. Вот с литературой. Вот сегодня выйдет текст на сайте Культбарнаук как раз о литературе, где я говорю о том, что несмотря на некоторые достижения, то, что есть конкурс издательский, выпускают там 5-7-10 книг за краевой бюджет, это вроде неплохо. Но нужно заниматься продвижением местной литературы. Местных писателей почти не знают. Я, конечно, назову любимого Владимира Токмакова как самого известного писателя в Барнауле. Без некого прорыва, некоторого развития скачка мы так и останемся вот в этом состоянии баланса, без яркого выразительного культурного, ценза какого-то. Ну вот подождите. Вот на днях Елена Безрукова презентовала программу мероприятий вот на ближайшее время. В числе прочих традиционные фестивали, там рождественские чтения, шукшинские дни и так далее, они все отработаны и проверены годами. По фестивалям... Ничего особо нового там нет. Вот об этом вы сейчас говорите? Я об этом говорю, да. Какой-то альтернативы не предложено. Кто-то любит рождественского, а кто-то любит современную литературу. Предложите нам что-то. Тут много чего. Понимаете, вот прям сразу предлагаю. Я предлагаю как раз вот в этих текстах, я прям по пунктам предлагаю, что бы можно было сделать. А кому предоставлены эти тексты? Кто-то их будет изучать, и как руководство к действию? Нет, их читают люди, которые занимаются культурой и искусством. Их читают обычные люди. Они распространяются и на сайтах, и где-то еще чего-то мне звонят. Люди говорят, мы прочитали. Посмотрим, кто-то обращает на это внимание кому-то. До лампочки культура. Если человек никогда не ходил в библиотеку, в которой краевая библиотека делает огромное количество интересных мероприятий, презентации книг. Вот завтра, по-моему, приезжает известный критик. И тому подобное. Какие-то проводят выставка, идет книжная. Но если человек никогда не ходил в библиотеку, ну зачем ему вообще эта барнаульская литература? Но с другой стороны, если будет какое-то навязчивое предложение в виде приложения писателя Алтая, и у него будет там страница в Инстаграме, которую сейчас листают девочки и мальчики, ТикТок и все эти соцсети, зло мира всего это, то может быть и будет отклик, и начнут читать. То есть, понимаете, если у вас есть продукт, его надо продавать. А литература книги – это продукт. Вот пока она в столе у писателя, это не продукт. А когда она в книжке, в обложке, в журнале, это продукт, его надо продвигать. У него сзади ценник стоит. Вот один из вопросов, понимаете, как продвигается местная литература. Маленькими презентациями в библиотеке, ну да. Но тут, кстати, последний текст будет про прессу. Вот там я на вас, коллеги, оттянусь. То есть мы тоже мало освещаем культурную жизнь. Да, конечно. Я считаю, что Министерство внутренних дел, их пресс-служба победила пресс-службу Министерства культуры. Ну потому что, если вы откроете любой сайт, то посмотрите все сообщения, начиная от того, что два пьяницы подрались где-то. Вадим, я вам скажу, что два пьяницы, которые подрались, они соберут большее количество зрителей и читателей. Это от того, что вы не умеете писать о культуре. Не хотите писать. А быть может потому, что культура нам предоставляет вот такой продукт? Нет, нет, нет. Дело в том, что события от Министерства внутренних дел можно просто шлепнуть то, что оно пришло, и не перерабатывать, а от Министерства культуры надо с ним поработать. Ну то есть, если мы все же поменяем правильно нравственные позиции, то сначала нужно людей воспитывать, тогда у нас будет меньше преступлений. Я идеалист, может быть даже утопист, но я считаю, что так должно быть в мире. Поэтому я все время занимаюсь культурой. Поэтому такое огромное количество людей идет в наши вузы, связанные с культурой, и в Институт архитектуры и дизайна, в котором биток всегда, и в Институт культуры, и в классический университет. Люди идут в культуру. И стараются заниматься. Тут же, знаете, человек, занимающийся культурой, у него есть миссия. Высокая, большая, нравственная миссия. И они ее с гордостью несут. Ну я так поняла, что только сообща мы сможем то самое лицо, о котором недавно говорили, культуры Барнаула создать. Ну надо что-то делать, конечно, потому что вот в последние 3-4 года мы видим такое некое замедление, затишье. Люди называют это новым застоем, и еще как-то. Потому что если люди — это новая нефть, то творчество — это новые инновации. Понимаешь? И надо этим заниматься, надо это развивать. А Барнаун застрял в середине 80-х. Ну вот опять застрял, застрял. Вы говорите, что нужно что-то менять, нужно куда-то двигаться. Кто может быть этим двигателем, я никак не могу понять. Министр в настоящем моменте. То есть вот творческая группа театра не может никаким образом повлиять. Лена, понимаете, вся культура в стране государственная. То есть они работают со зрителями, они видят, откликаются ли они на то или иное произведение. Они прекрасно все работают. Залы полные. Как только им разрешат полные залы, они будут полные. Спектакли замечательные. Последний спектакль молодежный. Вот эти залы разве не подтверждение тому, что значит все у нас нормально? В этом смысле. Но этого мало. Мало. Этого мало, понимаете? То есть оно есть, но этого мало. Ну вот представьте себе, если бы у вас общественный транспорт сохранился на уровне 82-го года в Барнауле. Вернуть к теме о том, что вся культура в стране государственная. В городе Барнауле, за исключением двух театральных площадок, трех, наверное, выставочных площадок, все остальное, государственная культура. А государство взяло на себя обязанности заниматься и развивать культуру. Понимаете? Так вот оно и должно этим заниматься. То, что от меня зависит, там галерея «Республика ИЗО», мои собственные книжки, я занимаюсь этим сам. На этой позитивной ноте мы завершаем. Время эфирное подходит к концу. Ну, всех работников культуры мы с вами еще раз поздравим с праздником, вас с праздником, и, собственно, и себя. Себя я тоже поздравлю с праздником. Да, журналистов, которые занимаются освещением событий культуры, конечно, хочется тоже поздравить с праздником. Их мало, поэтому мы вас ценим. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях был известный барнаульский арт-критик Вадим Климов. Продолжение следует...